Всем привет! Это история от Анонима. Сейчас зачитаю вам письмо, разберем про отношения. Где-то сразу буду в письме останавливаться, добавить сразу свои комментарии. Если вы любите такой формат, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Давайте приступим. Итак, здравствуйте, Каля. Подписалась на вас недавно. Очень интересный блог, много полезной информации. Спасибо вам. Начну с того, что мне очень волнует один вопрос, с которым прошу помочь мне разобраться. Дело в том, что я нахожусь в больных отношениях на протяжении уже пяти лет. Мне 32 года. Отношения эмоциональны. Скандалы, недопонимания, оскорбления, соответственно, неуважение. А потом примирение, будто ничего этого не было. Раньше я думала, что это нормально. И подруги вокруг с таким же опытом говорили, что нормально, все так живут. Это просто притирки характера, и что отношения и семейная жизнь – это не только радость, но и куча проблем, а также работа над отношениями. Ой, как я часто это слышу. Здесь, понимаете, есть небольшая подмена понятий. Работа над отношениями и мучения. Вот работа над отношениями – это когда ты с партнером можешь говорить, он тебя слышит, вы слышите друг друга взаимообмен, и вы берете какой-то вывод из ситуации, и в будущем применяете на практике, то есть делаете выводы, и каждому в отношениях комфортно. Его слышат, учитывают его интересы. А вот про склоки, конфликты и притирку, и мучения при этом, и скандалы – это не про работу над отношениями, это про мучения и скандалы. То есть работа – это результат, когда есть, а когда вот этот процесс, то, что происходит, это не про работу над отношениями, это про проживание страшных больных отношений, которые делают тебе больно, и ты в них страдаешь. Последние несколько лет я понимаю, что это ненормально. У здоровых психических людей не может быть так, у них по-другому. Думаю о том, что мы делаем вместе с моим мужчинами, если позволяем все вышеперечисленное друг другу. Много разговаривали, пытались раз-то договориться, все изменить, но хватает нас на неделю и две. То я могу скандал устроить, позволить орать матом, оскорблять, то он. Оба понимаем, что это ненормально, но нервы сдают. Знаете, я вам сразу скажу, вам надо к семейному психологу, если у вас есть желание наладить у каждого, но вы не слышите друг друга и его скандалы, вам именно к семейному психологу, его задача – наладить вот эту коммуникацию между партнерами и показать вас, научить, как можно слышать друг друга и доносить. Или разобраться вообще, надо быть вместе дальше или нет. То есть задача семейного психолога – научить слышать партнеров друг друга, установить коммуникацию. Много боли причиняли мы друг другу на протяжении многих лет. Не могли договориться, даже расходились, остывали от обид и сходились обратно. В общем, эти качели не заканчиваются. У меня постоянно много претензий, все раздражает. Чувствую, что это не мой мужчина и семья не та, которую я хочу. И виню себя, что в таких отношениях растет наша дочь и безумно боюсь за ее психику. Понимаю, что любовь такой не бывает и это насилие друг на другом. Но что же меня держит? Страх одиночества, зависимость, привычка – мне непонятно. Каждый раз, когда я серьезно настроена разойтись, мой мужчина, мы официально даже не в «враке» в кавычках, начинает просить меня не уходить, не бросать его, мне становится его жалко. Но при этом же я жалею себя и каждый раз начинаю надеяться, что все может быть изменится и можно все построить заново, наладить. И так по кругу, так по кругу. То есть он может не выполнять обещания, обманывать меня, убегать от меня друзьям, оскорблять меня. А потом, когда я ставлю вопрос ребром, он давит мне на жалость. И я забываю о своих нервах и обидах и жалею его. После этого думаю, а здорова ли я? Скорее всего, нет. Ведь нужно пожалеть себя и свою дочь, подумать, сколько здоровья потратили на эти нервы и отношения. И я начинаю давать шансы тому, кто не раз обещает, но ничего не меняется. Он мне так и говорит, я тебя люблю, и я от тебя зависим. Любовная зависимость, сейчас про это поговорим. Возможно, ты меня приворожила, шутит. Самое печальное, что мои родители тоже так жили. В детском возрасте я видела только ссоры и драки. Но при этом мама пыталась удержать отца в семье, переделать его. И при этом мучилась у моего мужа такая же ситуация. И в семье его отец так же несемейный, как и мой. Возможно, мы не можем и не знаем, как строить здоровые отношения в семье. Верно думаете. Затем застряли друг на друге. И страх одиночества, и что-то нового мешает нам разорвать эту связь. Либо это низкая самооценка. Я всегда считала, что терпила я никогда не буду. Я не принимаю и говорю всегда о том, что мне не нравится. Но при этом все равно чувствую себя жертвой, которая постоянно воюет и борется. А вопрос, а зачем я это делаю? Я испытываю страх, что взять и все изменить. То есть тяжело выйти из зоны комфорта, так скажем. Забила на внешность, ничего не хочется, апатия. Это мой единственный мужчина, и других отношений у меня не было. Вместе мы время не проводим практически. Я вижу, что интереса ко мне и к дочери особого у него нет. Ему лучше поспать целый день свой выходной, чем выйти куда-то с семьей. Но если позвонит кто-то из друзей, тогда усталость как рукой снимает. И всегда он готов куда-то ехать. Это очень обидно. Но выпрашивать внимание я устала от этого, отдаляюсь от него. Соответственно, живем каждый сам по себе. Он либо на работе, либо спит, либо с кем-то из друзей где-то. С дочерью взаимодействия и участия в ее жизни я одна принимаю. У меня вопрос, а почему тогда и к ребенку у него такое отношение? Естественно, и дочь тянется ко мне, а к нему практически нет. Я вижу, что он тоже страдает в этих отношениях. Ходит поникший, без настроения, после каждого скандала, но при этом просит его не бросать. Это сумасшедший дом какой-то. Я поняла, что эта тягомотина будет длиться, пока именно я не разорву эти отношения, раз и навсегда. Вот это, а вдруг что-то может измениться, мне не дает оборвать эту последнюю ниточку. Хотя я сама себе говорю, уходи оттуда, где тебе плохо, не будь дурой, не спасай мертвые отношения. Я заказала себе книгу «Мелоди Битти спасателей спасаться». О, я вам часто в видео про нее говорила. Это просто зависимые отношения. Возможно, после прочтения найду какие-то ответы на вопросы, так как считаю, что я эмпат и спасатель. Муж просит от меня действия, которые сподвигнут его к налаживанию изменениям, а я жду от него, чтобы у меня был стимул. Вот мы так и живем друг от друга, каждый что-то ждет и хочет только брать, а не отдавать. Знаю, что многие люди так и живут, как кошка с собакой, как соседи, где муж отдыхает один. Но меня так не устраивает совсем. Помогите, пожалуйста, разобраться. Является ли наша связь невротической? Почему так происходит? Ваша лектория на тему здоровых отношений была бы очень кстати. Я приглашаю вас посетить мой лекторий здоровых отношений. У нас с вами пройдет 4 лекции в закрытом телеграм-канале, доступ к которому у вас остается в течение трех месяцев. Вы можете вернуться к этой информации или послушать эти лекции в течение трех месяцев в любое удобное для вас время. Лектория стартует 5 декабря. И с этого дня к лекторию прикреплен чат с живым общением. Я буду отвечать на ваши вопросы по поводу отношений, взаимосвязей. То есть наше с вами живое общение, интерактив. Этот чат будет действовать в течение двух недель. Вот будет уникальная возможность, приобретая 4 лекции с информацией, также получать консультации психолога. Темы, которые мы затронем с вами на лектории. Что такое здоровое отношение, определение токсичных, какие факторы способствуют тому, что мы вступаем в токсичные и нездоровые отношения. Также у нас будет лекция про самооценку ее формирования, насколько она важна в взаимоотношении с партнером. Личные границы, как они важны в отношениях, как их расставлять. Я вам дам схему личных границ. Если у вас есть страх, возможно говорить нет, отказывать и отстаивать свои личные границы с партнером. И заключительная лекция будет о том, как создавать и поддерживать здоровые отношения. Самый лучший приятный подарок на Новый год. Подарить себе шанс на новую жизнь, на здоровые и счастливые отношения. В инфобоксе под видео указана моя электронная почта. Для информации о стоимости и условиях этого курса лектория вы можете написать в теме письма «Хочу в лектории». Я вам пришлю письмо в ответ со всеми условиями. Напоминаю, что лектория стартует 5 декабря. Прекрасный повод сделать себе приятно и начать новую жизнь в здоровых отношениях. До новых встреч. Увидимся на лектории. Галинина, извините за беспокойство. Я еще забыла вас спросить, что вы думаете касаемо личного пространства и семейной жизни? Мой муж очень злится, когда я беру его телефон, смотрю переписки и даже сменил пароль. Говорит, что он в моем телефоне ничего не смотрит, а значит и мне не нужно. Но он, кто же его личный под паролем? Мне кажется, значит человеку есть что скрывать? От этого еще больше недоверия и желания контролировать. Хотя я понимаю, что смысла в этом нет. Если невозможно расслабиться и доверия нет, чтобы спать спокойно, значит и не нужно тогда вместе жить. Я всегда думаю, что в семье и в здоровых отношениях, конечно же, есть личное пространство. Но прятать друг от друга за паролем что-то, это не нормально. Давайте про вот эту. Начнем с личных границ пространства. Да, совершенно я, вы рассуждаете как про здоровые отношения. Держать под паролем можно, но если там твой партнер, например, знает твой пароль, это и есть вопрос доверия. У нас есть несколько столпов здоровых именно отношений, и там есть вопрос доверия, оно обязательно. Если доверия в отношениях нет, они нездоровые. Это всегда у нас про страхи, обман и презрение, страх расставания, страх измены. Короче, вот это вот огромный большой страх. Я очень сильно боюсь, если доверия нет, мы всего вот этого очень сильно боимся. Так вот, когда есть доверие, то тогда нет смысла что-то тебе прятать за паролями и трясти, чтобы не брали твой ноутбук и телефон, потому что тебе тупо нечего скрывать. Ты доверяешь партнеру и доверяешь себе. Это не ваша история. Ваш супруг не доверяет. У него вообще проблемы по жизни с доверием. Вы два определенных травмированных человека. И здесь вопрос не только невротизма, который, скорее всего, конечно же, присутствует, потому что у вас любовь подменена словом «боль и страдание» был в этом процессе невротическом по факту. Но что у вас туда привело, сформировало ваши личности, ваш опыт, который вы пережили, и закладка, которая у вас была, конечно же, от родителей. Сейчас скажете, ой, ну как всегда, все из детства. Ну, знаете, дорогие мои, практически, да, большинство наших проблем, к сожалению, из детства. Наша травма есть и в взрослой жизни, но формирует нас, наш характер. Наше детство, чтобы вы знали, характер человека формируется до трех лет. Основы закладываются и базисы его, да. Я к чему? Про доверие. Вот вы то, что про мужа рассказываете, очень сильно напоминает такой избегающий тип личности и любовная привязанность, когда человек очень сильно боится расстаться. Вот ему лучше в плохих, ужасных отношениях страдальческих, где он раздраженный, злой, ругается, дерется, несчастлив, но расстаться ему так страшно и больно, и он очень сильно этого боится, самого процесса расставания. Поэтому он знает прекрасно, например, логически, осознанно, что это плохо, и он несчастлив, но на уровне эмоций и чувств, его страх расставания этой боли еще сильнее. Моментов там будет очень-очень много. Например, он может чувствовать себя, это я просто накидываю не про вашего мужа в частности, что в таких случаях может руководить человек. Это к мужчинам и к женщинам ко всем относятся. Но тут пример мужчины, да. Первое, я буду неудачником, если развалится моя семья. Ну, смотрите, вы мне расписаны. Дело не в штампе, в паспорте, а в ответственности. Он изначально боится отношений. И худо-бедно какие-то отношения заведет, он очень сильно боится их потерять. Вот лучше хоть плохие, но хоть какие-то. Ему страшно, короче, быть одиноким. Страх одиночества, страх вот я неудачник, ничего не смог скрепить, и я условно такой же плохой, как мой папа, мама и так далее. Если мы берем предыдущий опыт, который мог на него повлиять, и могло быть это психотравмой. Затем он может думать или чувствовать вопрос вообще самооценки и эго. Я никчемный, я никто никак, низкая самооценка нападает, потому что я ничего не могу, я ничего не добился. И как бы семья или там ребенок — это вот символ того, что я что-то хоть могу. И потерять это уже, это нестабильно. Короче, это огромная такая трусость большая, да. Либо страх пережить эту боль, и очень много всяких страхов, то есть человеком овладевают страхи. Если у него это на тему любви, отношений, скажем так, сформировалось, конечно же, это больше влияет неблагоприятный, травматирующий, трое слово забыла по-русски, травмирующий опыт свой личный. То есть когда у него были отношения, где его, например, использовали, обманули, предали, сделали очень больно, он почувствовался раздавленным, брошенным, сама боль от разрыва, предательства могла его травмировать. И либо эта история вот с детства из семьи, это очень часто вот эти все любовные зависимости, типы любовной привязанности, я уже об этом видео раньше говорила, они формируются обычно на примере родителей. Когда есть система, которую ребенок наблюдает и принимает на себя, либо от противного идет, либо повторяет своих родителей. Вот если мы про любовные типы привязанности, то это вот в то окошечко. Что касаемо вас, у вас уже хорошо, что вы понимаете, что это не окей, не нормально, что есть невротизм, это нездоровые, конечно, вообще определение здоровых отношений. Здоровые отношения – это те, которые вам приносят радость, любовь, вам в них хорошо, вас в них не обижают, у вас нет страдания никакого. Вот эти отношения здоровые. Все очень просто, элементарно. Если кто-то сейчас скажет, здоровых отношений не бывает, всегда есть проблемы. Верно! Всегда есть проблемы. Но важно, как вы с партнером из этих проблем выходите. Слышите вы друг друга, доверяете вы друг другу, доверяете вы своему партнеру, слышите его. Делаете ли совместные выводы, и вместе что-что пообещали, не допускать ошибок, это притворяете в жизнь. Вот и вся формула простая здоровых отношений партнерских. Слышать человека, уважать и доверять ему. И вместе идти в одном направлении, не предавать его. И когда нас связывает чувство любовь, еще не забываем. Все, это базис здоровых отношений. Если у вас не так, отношения уже нездоровые. Невротики, в принципе, никогда не вступают в здоровые отношения. У них, в принципе, не может быть интерес. Им нужен невроз, проблема, накал, страсти, мордасти, вся вот эта история. Надрыв, эмоции, переживания, любовь в боль, любовь в страдания. Вот эта вся история. И если мне невротик скажет, здоровых отношений нет, я прекрасно пойму эту фразу. У невротика их и нет. И не может быть. Потому что ему нужно другое. Он в здоровые отношения изначально не вступает. Я больше скажу, здоровые отношения для него пресные, скучные, постные, занудные, без накала, без любви. И это так неинтересно. Хотя человек, скажем так, проповедует, что ему нужно любое. Он говорит про здоровые отношения, его запросы. Он всегда выбирает больные. Он говорит, несет, одно хочет, но всегда у него как-то в итоге получается. Начинается, он думает, что здоровые отношения в итоге, а потом какие-то проблемки вылазят. Изначально мы ищем партнера с проблемами. Вот я к чему. Короче, что про вас в истории? Что вам вообще делать? Ну, тут, как говорится, без 50 грамм не разберешься. В идеале, если бы на это были финансовые средства, вам надо идти к психологу семейному вдвоем. Если вы намерены что-то сохранять, вообще у вас диалог был. Второй вариант. Это вообще мало реально. Он, скорее всего, откажется. И вообще, это не его история. Не захочет. Второй вариант. Кому-то вам одному идти к психологу, например, вам. Работать начинается с психологом. Чтобы понять, чего я сама хочу. Не над отношениями с ним работать, а над собой. И когда вы поменяетесь, изменитесь, ваши отношения тоже либо разрушатся, вы либо уйдете, вы, короче, сможете из этого страшного круга выйти и закончить эти отношения без чувства вины, стыда, порицания и так далее. То есть у вас будет понятие самооценки, у вас будет чувство воли обратно вернется, и вы сможете привести в действие то, как вы думаете на самом деле, что понимаете, что надо расставаться, и это очень больно и плохие последствия для ребенка. Если ни на то, ни на то, денег ни на что нет, вот вы молодец, умничка, что заказали книжку, читайте. Это книжка про созависимые отношения, про спасателей. Это немножко ваша тема. У вас там просто такой клубок с ним и невротизм, и про созависимые отношения. У супруга 100% там избегающий тип личности и любовная привязанность у него есть. Тут, короче, надо прям разбираться хорошо в терминах, вы можете в этом, я имею в виду, самостоятельно разбираться, читая литературу. Вообще, честно скажу, просто самостоятельно по книжкам все очень можно, и психологи, на самом деле, они просто применяют на практике, что когда-то их учили чему в институте, а в книжках тех же самых, в учебниках, и они просто знают, как это быстрее сделать, правильнее, там, не допускать ошибок. Своим путем ты можешь, но выйти из невроза путем книжек, я такого не встречала, честно скажу. Почему я скажу по-честному напрямую, невроз прям надо прорабатывать, надо понять причину, вот если просто загуглите, работа психотерапия с неврозами, невротиками, почитайте про это, там увидите схему вообще, как работает психолог или психотерапевт. Надо найти причину, травму и прорабатывать саму травмирующуюся ситуацию, которая привела к подобному поведению и сформировала в общей личности. Потому что невроза — это травма в первую очередь, с травмой надо разбираться, то есть она засела там, и просто книжку почитав, ты себе это не достанешь и не переживешь просто так, это определённые техники, нужны знания и так далее. Короче, то, что вы написали письмо, это уже половина решения проблемы, вы понимаете, что проблема есть. Читайте много всяких книжек психологически, вам это только в кайф, вам поможет как минимум в своей плохой реальности уходить в эти книжки. Почитайте книжки про любовные зависимости. Это ваша следующая будет книжка. Не обязательно, кстати, заказывать и покупать в Гугле, очень часто многие книжки есть в онлайн, в бесплатном доступе. Почитайте их, не обязательно покупайте их или там ждать, пока они придут. Не откладывайте, короче, или статьи какие-то на эту тему. Короче, вам вот про созависимость, про любовные зависимости, обязательно, чтобы про мужа понять и про себя. И я бы вам еще обязательно какой-нибудь курс по поднятию самооценки нам очень сильно нужна. Вот вы с пола, по сути, поднимаетесь, собираете свою самооценку, занимаетесь собой. Вот у вас только вот вверх идет самооценка, любовь к себе. Не то, что я опустилась, забила на себя то, что вы написали. А вот моя самооценочка получше, я понимаю, что это не во мне проблема вообще, надо что-то решать, все в моих руках, уверенность в себе. Вы сразу с этих отношений выходите. Вы перестаете быть созависимой, вы перестаете быть спасателем. Будьте эгоисткой, будьте для себя, вы уже тогда спасать не захотите. Позвольте себе радоваться, свои желания, свое счастье для своего ребенка. Думайте о себе, в первую очередь, потом о ребенке, а муж о себе сам подумает. Вот это будет ваш путь к выходу из этих отношений. Хватит думать о нем, его жалеть, страдать, его страдания поддерживать. Окей? Начнем с себя. Если вы себе не поможете, кто будет защищать вашу дочку? Кто? Никто. Ей нужна функционирующая, здоровая мама, которая дает хороший пример. Вот во имя ребенка поставьте себе цель быть хорошим примером для нее, здоровым примером. Поэтому я начинаю заниматься своим здоровьем. Надеюсь, видео было полезным. Я очень сильно надеюсь. в подобных ситуациях кто попадал. Пишите комментарии. Может, советы какие-то дойдите человеку. Я думаю, это очень будет полезно. Я всегда скажу напоследок, что, пожалуйста, пишите так комментарии, как бы вам самой было приятно или самому это услышать. Не оскорбляйте своих ближних, не опускайтесь до выплеска своей желчи, негатива какого-то. Разве оно того стоит? Мы живем, блин, один раз. Уважайте себя и окружающих. Уважайте себя, вы уважаете окружающих. В общем, в инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Также моя почта для ваших подобных анонимных писем, чтобы я их зачитывала, видеоответ давала на ютубе. Запись для индивидуальных консультаций по этой почте. Просто в теме письма напишите консультация. И лекторию по здоровым отношениям. В телеграме четыре лекции они будут. Я думаю, что где-то в начале декабря, в первых числах мы с этим разберемся. Спасибо за внимание. Жду ваши комментарии. Всем пока.